Недавно я делал видео о ТДС и ТДХ, теперь же решил сделать видео о ютуберах по ТДС и ТДХ. Ну и выбирал я ютуберов по опросу в своём Телеграм-канале. Ну и как вы поняли, по опросу был выбран PlayWithMe и Alton Games. И если над этим видео будет Хэллш-Актив, то я сделал вторую часть. И да, видео будут в принципе все факты связаны с этими ютуберами. Ну что ж, поехали! Настоящее имя Алтона Максим. Алтон живёт в Украине, играет в ТДС 2021 года. А также проводит турниры по ТДС. Алтон является контент-креатором в ТДС. И на данный момент тот уже имеет 25 тысяч подписчиков. Канал Алтон Геймс создан 8 сентября 2021 года. Но снимает видео на ютуб он только 2 года. Из доступных соцсетей или же видеохостингов у Алтона есть ютуб, твич и дискорд. В котором у него есть собственный сервер. Первое видео Алтона было про приключения каталаки. А последнее про обновление ТДС. Контент по ТДС симулятору у Алтона начался уже с третьего видео. И у Алтона есть игрушки по тематике ТДС. И да, Алтон тоже играл в легендарную игру Браул Старс. Алтон знаком с кучей ТДС. Например, ТДС, 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 ну и Артишн ТДС. Самое популярное видео Алтона про потерянные души, которое набрало уже 140 тысяч просмотров. Алтон не празднует 23 февраля и считает, что этот праздник не для него. У Алтона есть свой мерч в робоксе. И он имеет уже 9 ивентов с кирбашем в ТДС. А именно, Гладиатор, Следжер, Палач, Эльф Кэмп, Арчер, Токсик Ганер, Некромансер, Фрост Бластер и Джестер. Ну и Криомансер. Алтону больше нравится Эльф Кэмп, чем Некромант. И Алтон любит соленые огурчики. На вопрос, как ты относишься к Доте, Алтон сказал, да нормально. Алтон смотрел аниме. Такие как Ван Пачман и Титра Смерти. Алтон не знает, что такое Поппи Плейтайм и не собирается в неё играть. Да и в принципе, он давно уже не играет игры с прохождением. Алтону больше нравится Запечённая Утка, чем Пожаренная. И любимый скин Алтона на Пиромансера это Маг. Алтон предпочитает ТДС, чем ТДХ. В Коловинском именте в 2023, Алтону не понравился финальный босс из третьего акта. Любимой башней Алтона является Эльф Кэмп. Алтон относится к мемам нейтрально. И у Алтона есть аллергия на пыль и на шерсть. И как-то раз Алтон поехал отдыхать, так скажем, в частный сектор и предупредил хозяев о том, что у него аллергия. Но оказывается, что там были заселены люди с домашней кошкой полгода назад. И с каждым днём Алтону становилось хуже. И таким образом он попал в больницу. Алтон увлекается аудиокнигами. Его любимым жанром считается фантастика. Ну и слушает он их при уборке, выходя на улицу и перед сном. Алтон ездил в разные страны. К примеру, Италия, Польша, Германия и Бельгия. В основном Алтон играет в роллбакс и из рака может зайти в Fortnite или же Brawl Stars. Алтон не особо любит рыбу, но всё же есть один вид рыбы, который он может съесть. А именно это минтай. Но вот морская капуста Алтону не нравится, поэтому он её и не ест. Алтон любит лего. И он начинал монтировать и делать превью на телефоне. И даже сейчас делает превью на телефоне. Ну и запись для видео на телефон Алтон использовал встроенную. Плейвезми живёт в Казахстане. И в последнее время он достаточно выпускает редко видео. Но зато стримит на своём же канале. Плейвезми похож на Илона Маска. А также Плейвезми является достаточно общительным в общении. И как и Алтон играет в Brawl Stars. Первый стрим Плейвезми был про розыгрыш робуксов. Кстати, на тот момент у него было всего 576 подписчиков. Ну и самый популярный стрим у Плейвезми был про баг на 6 человек в спидране Бэдлэнс. И вообще, канал Плейвезми создан 12 января 2018 года, собрав почти 2,5 миллиона общих просмотров. У Плейвезми есть свой дискорд сервер и группа ВК. И также у него есть сын, которого зовут Амерли. Вообще, Плейвезми раньше не играл в Тарк Дефенсы, а предпочитал шутеры. Плейвезми неплохо владеет произношением английских слов. А также коллабился с Алтоном и Кризвером. А также планировалась коллаборация с Роблокс Плейшоу. Плейвезми иногда снимает и проводит с ремы со своим сыном. А также не любит играть с рандомами и предпочитает играть в соло. Раньше вместо самого Плейвезми был Енот. Хотя Плейвезми уже снимал с рэпкой. И также был отредактирован голос. Проголосовали за Аутпост. Будем играть на Аутпосте. Всё это, возможно, было сделано для более детского контента. Плейвезми монтирует видео в ОБС. Ему 25 лет, а сыну 8. Но это не точно. Плейвезми считает, что снимать смешные видео тяжеловато. И ни разу не снимает шортс на свой канал. Плейвезми по-настоящему шарит за мемы. Блин, я очень прошу, дайте нам пройти. Да! Еее! Супер! Да, опять Амерали, красавчики мы! Мы просто нереальные красавчики! Нюхай Бэбру, Фокс! Нюхай Бэбру, чувак! Это триумф! Это триумф! Лос соус, ребят! Плейвезми зовут Эльдар. И да, он тоже был контент-крейтором в ТДС. Но из-за рекламы у него забрали эту роль. По причине того, что он рекламировал сайты. С более низкой ценой на робоксы. Плейвезми любит использовать слово «мочкануть». И снимать видосы с кепкой. А также отвечать почти на каждый комментарий. Плейвезми по национальности, как ни странно, является казахом. Плейвезми пришлось перезаписывать видео по прохождению пицца-пати, потому что на видео у него не записался звук. А также Плейвезми делал эмилирование волос. Плейвезми точно не любит баг на шесть человек. Вы заметили, что 91-го факта не было? Плейвезми занимает третье место в топе русскоязычных ютуберов по популярности, снимая ТДС. И Плейвезми делает превью сам и боится играть в хорроры. И да, он играл в стенд-ов 2. В целом, Плейвезми любит играть со своим сыном вместе. Давай! Еееее! Плейвезми донатил в робокс. И еще донатил своему сыну Амир Али. Фух! Было потненько. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был Ронни. Если захотите еще что-то подобное о каких-то ТДС-ютуберах или о каком-то вообще другом, напишите свое мнение в комментариях. С вами был Ронни. Всем спасибо и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok